В книге пророка Исаии сказано «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». В 1630 году от берегов Англии в сторону Северной Америки отплыл корабль. На его борту находилось несколько сотен человек, которые были не согласны с политикой английского короля. Это были Пуритании, это были диссиденты, это были авантюристы, которые хотели устроить свою новую жизнь в Северной Америке и построить идеальное государство. Перед ними на борту корабля выступил некий Джон Уинтроп, будущий первый губернатор одного из штатов Америки и по совместительству проповедник. Он привел эту цитату пророка Исаии и продолжил свою проповедь такими словами «Будем подобны городу на холме, взоры всех народов будут устремлены на нас». Эта фраза является принципом политики США в мире. Особенно ярко этот принцип проявился во второй половине 20 века, сразу же после Второй мировой войны. Мы все помним эти события. Это и Холодная война, это и Корея, это и Югославия, что нам ближе, это и Ирак. Всех они заставляли видеть сияющий город на холме. И не просили, а принуждали смотреть на себя. Но 6 января 2021 года этот сияющий город на холме потускнел. Сторонники Трампа, несколько десятков тысяч человек, взяли штурмом Капитолии, где сосредоточена так называемая американская демократия. Уинтропа фраза заканчивается вот такими словами. «А ежели мы обманем ожидания нашего Господа, в деле, за которое взялись, мы станем притчей во языцах по всему миру». Он оказался провидцем, этот Джон Уинтроп. Здравствуйте, это «Американский метод». Сегодня мы вам покажем интервью с человеком, который является потомком одного из основателей США. Здравствуйте. Чарльз. Чтобы пожаловать в город Ланкастер. Какой у вас большой дом. Это старый дом, постройка в 1792 году. Подпись предка этого человека стоит под декларацией о независимости. Джордж Расс, он был шотландец. Он подписал декларацию о независимости. Один из двух человек от штата Пенсилвейния. Его племянница была Детси Расс. И она вошла в американские истории, потому что она была портниха. В Филадельфии в это время вот здесь картина, где Джордж Уашингтон и мой прадедушка пришли к ней домой и давали ей заказ, чтобы ищить первый американский флаг, тот, который с 13 звездочки, который символизирует 13 колоний английских, которые создали нашу страну. Это мой отец, который родился здесь и вырос тут в Лайн-Пестер. И он был журналист-международник. И он был глава бюро Ассоциатива пресс в 60-х, 70-х годах в брежневские времена. Вот это я на Красной площади, когда мне было, наверное, 6 лет. Чарльз Баусман, главный редактор портала «Раша Инсайдер», рассказывающий о России, западных СМИ и православии. Живет в городе Ланкастер, штат Пенсильвания. Видный критик политики глобализма и неконсерватизма. Закончил Колумбийский университет города Нью-Йорка по специальности финансы и история. Женат, имеет четырех дочерей, крещен в православии. Его источники информации – бывшие конгрессмены, действующие и бывшие сотрудники спецслужб США, ведущие аналитики различных фондов и активисты ведущих общественных организаций. Чарльз Баусман считает, что захват Капитолия в январе этого года – четко спланированная провокация. Он все видел своими глазами, то, что происходило в последние месяцы в Соединенных Штатах Америки. Смотрите. Ставь на силу! Ставь на силу! Ставь на силу! Их задачей, скорее всего, было спровоцировать драку с полицейскими, снести ограждение и подогреть протест. Думаю, что они не ожидали, что ситуация выйдет из-под контроля. Это позже выяснилось, что большинство людей в толпе, штурмующей Капитолией – сторонники Трампа, вышедшие на демонстрацию в его поддержку. Вполне возможно, зачинщики полагали, что им будет вполне достаточно коротких видеозаписей, каких-либо стычек с полицией, как сносят ограждения, чтобы в дальнейшем дискредитировать Трампа и выставить его сторонников в дурном виде. Есть объяснение, почему толпа оказалась агрессивнее, чем ожидалось. Потому что всего двумя часами ранее, во время выступления Трампа на митинге в центре Вашингтона перед своими сторонниками, вице-президент Майк Пенс в Капитолии нанес ему удар в спину. Майк Пенс, который имеет конституционное право вмешаться в процесс утверждения итогов выборов, отказался отклонять голоса выборщиков. При этом ему были направлены официальные запросы от членов законодательных собраний штатов, где результаты голосования были поставлены под вопрос. Это Пенсильвания, в которой мы сейчас находимся, Джорджия, Мичиган, Висконсин, Аризона. Во всех этих штатах заявили, слушайте, нам кажется, что в нашем штате выборы прошли с нарушениями, поэтому нам нужно больше времени, чтобы разобраться с тем, что произошло. Таким образом, Майк Пенс был абсолютно точно уполномочен отклонить голоса этих выборщиков и дать им больше времени на разрешение этого вопроса. Но он этого не сделал. Также важно понимать, что когда толпа была у Белого дома, протест был еще мирным. И собравшиеся направились к Капитолию с мирным протестом. А силовые действия по захвату Капитолия начались еще до того, как основная масса протестующих к нему подошла. Это явно была спланированная провокация. Этому есть очень много доказательств. Например, действия полицейских в самом Капитолии. Охрана этого комплекса представляет собой очень небольшое вооруженное подразделение. Его задача – обеспечивать безопасность. Эта служба не входит в состав городской полиции. Обычно сотрудники этой охранной организации досматривают на входе посетителей, туристов, проверяют документы, почти точно так же, как и в аэропорту. Они не обучены противостоять толпе и не способны справиться с крайне тяжелыми ситуациями. Полиция Капитолия просила прислать подмогу из силовых ведомств, таких как Пентагон, Национальная гвардия, городская полиция Вашингтона, но им в этом было отказано. Поэтому и возникло очень много предположений, что это было сделано нарочно для того, чтобы облегчить задачу провокаторам. Для сравнения, когда летом в Вашингтоне проходили демонстрации, а в других городах Америки протесты, на улицах столицы было очень много полицейских. Присутствие полиции было весьма заметно, что, казалось, было совсем не обязательно. Поэтому сторонники Трампа стали задаваться вопросом. Если во время демонстрации протестов, связанных с убийством Джорджа Флойда, потребовалось так много вооруженных сил, то почему, когда вышло полмиллиона человек, столь якобы опасных сторонников Трампа, было так мало полицейских, которые, к тому же, оказались вообще не готовы к разрешению подобной ситуации. И кроме того, есть видео, на котором видно, как охранники Капитолия быстро сдаются, открывая путь протестующим, и не оказывают реального сопротивления. Америка не разделилась. Я бы сказал, раскололась. На консерваторов и либералов, на сторонников Трампа и его ненавистников. Она поделилась на большие, либерально настроенные прибрежные города и на города в глубинке, более консервативные и религиозные. На север и юг Америка разделилась и по расовому признаку. Черные, белые, мексиканцы – это серьезная проблема. Но, возможно, самый большой раскол произошел между богатыми и бедными. Бедняки Америки и средний класс стали еще беднее из-за политики глобалистов. И за последние 12 месяцев ситуация значительно ухудшилась. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказался крайне выгодным для больших корпораций. От него выиграли Амазон, Фейсбук, Гугл и большие торговые сети. А маленькие ресторанчики и магазинчики закрылись, и весь бизнес отошел сетям фастфуда, супермаркетам, Валмарт и другим. Таким образом, американцы сильно обеднели. Прослойка миллиардеров Америки стала богаче на 30%, и эти деньги пришли к ним от среднего и рабочего классов. Люди сильно этим недовольны. Кроме того, они беспокоятся за свое будущее. Сейчас многие вынуждены жить на государственные пособия и не представляют себе, как будут существовать в долгосрочной перспективе. И они очень переживают, что потеряют работу, что разоряются их фирмы. Кроме того, среди левых представители интеллигенции и СМИ преобладает навязываемая, очень странная идеология трансгендерности. Легализация гей-браков и усыновление детей геями, одобрение всевозможных сексуальных извращений, а также защита права на аборт. Споры об абортах не утихают. Левые продолжают продавливать разрешение прерывания беременности на еще более поздних сроках. И страна сильно раскололась во мнениях по этим вопросам. Складывается впечатление, что американцев намеренно сталкивают друг с другом. Когда в Америке не стало реальных президентских выборов, положение резко ухудшилось. Право выбирать своих политических лидеров, представительные органы у граждан Америки, попросту говоря, отняли. А это один из фундаментальных аспектов американской демократии и ее свободы. Во-вторых, самый важный аспект — свобода слова. В последние несколько лет ситуация в этом отношении постепенно ухудшалась. А после президентских выборов все пошло в разнос. Начались запреты всего и вся, обстановка становится все хуже. За Банином оказался сам президент и некоторые крупные общественные деятели. Мы оказались в ситуации, напоминающей военное положение, когда все вокруг заблокировано. Так что американская демократия находится под угрозой. Ее в любой момент смогут отобрать. И если Трампу и его сторонникам не удастся сейчас защитить эти права, американцы, вероятно, потеряют их навсегда. Также важно понимать, что это происходит закономерным образом и не связано с какой-то ненавистью к Трампу со стороны истеблишмента и глубинного государства. Трамп мог бы не стать президентом, а оказавшаяся на его месте Хиллари Клинтон отстаивала бы те же позиции. Вся система неумолимо шла к этому в течение всех последних лет. Да, американцы сейчас очень напуганы, боятся высказывать свое собственное мнение о политике. Приведу вам простой пример. Я живу в маленьком городе и знаю многих своих соседей по улице. За последние пару месяцев я со многими из них общался, когда был у них в гостях, ну или встречал на улице. У меня перед домом выставлен знак в поддержку Трампа. На моей улице больше ни у кого нет такого. Но я узнал много людей, которые симпатизируют Трампу. И они мне говорили, слушай, мне нравится Трамп, но, пожалуйста, не говори об этом никому. Не хочу, чтобы в мои окна кидали камни, хамили мне, не хочу вступать в конфликты. Так что да, американцы напуганы, и на это есть свои причины. Те, кто способен повлиять на их жизнь, поддерживают другую сторону. Если кого-то заподозрят в симпатиях к Трампу, христианской вере, неприятии садомии и тому подобном, то вполне вероятно, этот человек не получит повышение по службе, потеряет клиентов, а его дети не поступят в университет. То есть у людей есть масса причин молчать, никто не хочет проблем. У кого-то свой бизнес, люди занимаются им уже давно, и чтобы не потерять его, они избегают выражать свое мнение. Поэтому, например, результаты опросов несколько неточны. Люди не говорят, что поддерживают Трампа, но, оказавшись в кабинке для голосования, голосуют за него. Это серьезная проблема, и очень печально, что в Америке люди боятся выражать свои политические взгляды. Радикальная левоцентрическая идеология постепенно навязывалась американскому обществу на протяжении десятилетий, начиная с 1930-х годов. Но значительное ее распространение началось после Второй мировой войны в середине 40-х и 50-х годах. В то время представители интеллигенции с радикальными взглядами из стран Европы, а большинство из Германии, бежали в Америку и здесь обосновались. Из их рядов вышли неоконсерваторы, которые на самом деле троцкисты. Некоторые из них приехали в США через Мексику в те времена, когда там было развито троцкистское движение. Потом они стали называть себя консерваторами, хотя до этого были левыми троцкистами и радикалами. Они, кстати, и занимаются международной политикой США. Неоконсерваторы. Это очень известное явление. Кроме них были представители всевозможных иных взглядов среди интеллигенции, академиков и профессоров, которые стремились проникнуть в университетские круги США в 1940-х-50-х годах. Эта пора знаменита распространением культурного марксизма в Америке. И они намеренно во имя превращения США в марксистскую утопию в долгосрочной перспективе внедрились в университеты, издательства, государственный департамент, СМИ, школы, где получили существенное влияние. Первым их большим успехом стала революция хиппи в 1960-70-х годах. Либерализация, употребление наркотиков, сексуальной раскрепощенности. И с тех пор это развивается все дальше и дальше. И сегодня, если вы отправите ваших детей в большинство американских вузов, включая самые престижные из них, такие как Гарвард или Ель, они окажутся в среде преподавателей марксистов, которые будут преподавать им эту идеологию. Отсюда все и пошло. Потом появилась идея того, что Америка должна стать мировым жандармом и начать вмешиваться в дела других стран и в Азии, и в Африке, чтобы остановить распространение коммунизма. Когда Советский Союз распался, США стали единственной сверхдержавой. И тогда эта идеология, утверждающая, что мы должны контролировать весь мир, и весь мир должен измениться в соответствии с нашей системой ценностей, стала главенствующей. И что мы увидели? Примеры реальной политики неоконсерваторов, разжигания войн и дестабилизации обстановки в странах Ближнего Востока. Но всегда были и те, кто считает, что это не то, чем Америка должна заниматься. Америка должна обратить внимание на внутренние проблемы. Эти взгляды были особенно популярны до Второй мировой. И они долгое время сдерживали Америку от вступления в эту войну, потому что их разделяли многие. В итоге Рузвельт смог это преодолеть. Но в тот период антивоенная политика проводилась под лозунгом «Америка превыше всего». Поэтому, когда Дональд Трамп вновь его озвучил в 2016 году, многие его обвинили в расизме за то, что он использовал это понятие. Но это было сделано намеренно. Он хотел вернуться к Америке до военной эпохи, когда Америка не вмешивалась в дела других государств и больше концентрировалась на том, чтобы вернуть свое былое величие. И одна из причин, почему это так популярно среди американцев, кроется в этой глобалистской идеологии, которая захватила страну, особенно начиная с 2000 года. И она наносит вред обычным гражданам. Обеспечение такого широкого военного присутствия по всему миру очень дорого обходится. А это означает, что большие суммы денег тратятся на проблемы за пределами Америки, в то время как очень многие в самой стране — это бедные и нуждающиеся люди. Одновременно с этим американские компании пользуются рабочей силой в других странах, а зарплаты в США все снижаются. Поэтому на момент, когда Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента, в стране существовало твердое мнение о том, что Америке не нужны эти войны и нужно сократить расходы на оборону. И нужно заботиться о проблемах страны и закрыть границы, а также полагаться на труд американцев вместо того, чтобы нанимать дешевую рабочую силу за рубежом. Все эти левые глобалисты — очень влиятельные люди, состоятельные финансисты, владельцы СМИ, чиновники и политики. И все они контролируемые. И ситуация с Джеффри Эпштейном наглядно дала понять, насколько серьезен этот контроль. Десятки, если не сотни знаменитых американцев, приезжали на его остров, ходили на его секс-вечеринки и каким-то образом замешаны во всех криминальных историях. Сорос — отличный пример таких финансистов. Его ресурсы практически не ограничены. Он открыто тратит значительную часть своего состояния на продвижение этих радикальных левых идей. Истинная цель этих людей — контролировать весь мир. И для ее достижения они готовы использовать все ресурсы американского общества и правительства. Они придерживаются универсалистской идеологии, которая в этом смысле похожа на коммунизм или неоконсерватизм. Ее цель — контроль над всем миром. Вот чего они добиваются. Можно привести хороший пример из Библии. Дьявол искушал Иисуса Христа, чтобы он встал на его сторону, предлагая ему власть над всем миром. И похоже, что этим безумцам с манией величия, которые продвигают эту политику сейчас, также был предоставлен такой выбор. Но они выбрали не путь Христа. Они выбрали власть. Вполне возможно, что эти радикальные левые добьются успеха. Вы знаете, эта ситуация очень напоминает мне то, что произошло в России в 1917 году. Америка буквально балансирует на грани. Может произойти восстание, и в результате победят хорошие ребята. Но вполне возможно, что, как и в русской революции, эти радикальные левые придут к власти, поработят страну, станут ее терроризировать, и с американцами будут обращаться столь же ужасно, как обращались тогда с русскими. Сейчас никому неизвестно, что будет происходить, поэтому ситуация складывается ужасающе. Миру надо понять, что Америка стоит на пороге революции, через которую прошла Россия. Если страна пойдет по этому пути, для нее это будет ужасная трагедия. Но и для остального мира это страшная угроза. Потому что если Америка станет страной с радикальной левой идеологией, как случилось с Россией сто лет назад, то, учитывая всю ее военную и экономическую мощь, это будет представлять огромную проблему для Европы, для России и Китая. Так что в интересах всех этих стран, чтобы этого не произошло. Интересно, что маски истеблишмента в Америке уже сброшены. Мы видим их радикальную программу по уничтожению свободы и разрушению всего того, что сделало Америку великой. 50 миллионов американцев теперь понимают, что происходит. В каком-то смысле это хорошо, потому что определенные силы, которые до сих пор находились в спящем режиме, могут организоваться на борьбу. Вопрос в том, не слишком ли поздно. Возможно, они уже проиграли. Думаю, что в ближайшие месяцы мы это все узнаем. В последние пару месяцев я наблюдал за протестами оппозиции, и мне стало ясно, что это настоящая духовная битва добра со злом. Я говорю так потому, что большинство людей, которые приходят на митинги, произносят там речи, постоянно говорят о христианстве. На этих протестах царит очень христианская атмосфера. Люди поют христианские гимны, молятся, как глубоко верующие христиане. Господи, мы прием к вам сегодня, и мы благодарим вам за эту народу, которая была рода в 1776. Мы проживем в 2020, это будет рода снова. Мы проживем за вашу Spirit, чтобы двигаться в нашу народу, и мы благодарим вам нашим народу, и мы проживем. Мы проживем личные и нашим народу, и мы humbly ask вам, чтобы блесить наш народу, и блесить наш президент Дональд Трамп. Если прийти на митинг сторонников Трампа, возникает ощущение, что половина разговоров о христианстве, о духовной борьбе, о том, что идет борьба сторонников и противников Бога, ну и так далее. Если при этом понимать, что идеология, ведущая к этому левому радикальному захвату в Америке, атеистично, все становится ясно. Также российскому зрителю, думаю, будет интересно, что то, что сейчас происходит, сильно напоминает мне не только 1993 год, когда люди пытались противостоять либеральному захвату власти в стране, но и события 1991 года, когда произошел антигорбачевский путь. Сейчас на самом деле в США произошел путь, переворот. Можно вспомнить, какая атмосфера царила в России в 1991 году. Примерно неделю было странное ощущение, казалось, что лидеры путча контролируют ситуацию. Горбачев был где-то на юге, связаться с ним было нельзя, и люди подумали, что путь, вероятно, закончится успехом. Это были умные, влиятельные люди. Они знали, чего хотят, но не смогли правильно оценить настроение в стране. Именно это мы наблюдаем прямо сейчас в Америке. Произошла попытка переворота, смещения президента и его сторонников. Также в этой ситуации очень интересно проследить параллели между Дональдом Трампом и Джоном Кеннеди. Оба этих президента пытались выступить против глубинного государства. Кеннеди выступал против военно-промышленного комплекса, хотел снизить напряженность в отношениях с Советским Союзом. Он не хотел, чтобы ЦРУ управляла страной и всем миром, и когда он попытался выступить против них, он был убит представителями глубинного государства, которые пытались противостоять деятельности Кеннеди. Дональд Трамп некоторым образом похож на него в этом. Спустя 60 лет он пришел к власти и попытался сделать нечто очень похожее. вот этот плакатик стоит здесь несколько раз, его там убрали, испортили и так далее, а только вчера появился кто-то... Но мы не сдаемся. Да, на трену его вот эта штука, да. Я не хочу убивать калва! Субтитры создавал DimaTorzok